Народный промысел за последнее время в Южной Осетии набирает все большую популярность, привлекая как представителей старшего поколения, так и молодежь. Центр народного творчества проявляет большую активность в создании и пропаганде народных ярмарок. К Международному женскому дню Центр народного творчества организовывает первую ярмарку по изобразительному и декоративному искусству для милых дам. 6-7 марта мы проводим ярмарку декоративно-прикладного изобразительного искусства. В прошлом году мы провели предновогоднюю ярмарку, и она прошла очень хорошо. Было очень много участников и много посетителей. Они покупали подарки к Новому году для своих близких. Сегодня мы решили продолжить эту традицию и сделать и предновогоднюю ярмарку, и ярмарку, посвященную 8 марта, традиционным и ежегодным. На ярмарке представляются работы, которые были созданы непосредственно самими участниками. Деревянная скульптура, резьба по дереву, гончарные изделия и многое другое будут радовать жителей Цхимвала на протяжении двух дней. Участников у нас было в прошлом году более 30 человек. Мы думаем, что все они будут участвовать и в этом году тоже. В ярмарке могут принимать участие все мастера-умельцы по разным жанрам. Организаторами данного мероприятия выступили Министерство культуры Республики Южная Осетия, Республиканский центр народного творчества. По словам директора центра Эльзы Гучмасовой, в будущем планируются и другие массовые мероприятия, отметив большой интерес жителей республики. Надеемся, что наша ярмарка будет иметь такой же успех, как и предновогодняя ярмарка. Она будет проходить два дня, еще раз повторяю, с музыкальным оформлением. И надеюсь, что будут очень много участников. Принять участие в ярмарке может любой желающий, независимо от возраста, заполнив анкету в организационном комитете. Срок подачи заявок до 1 марта. Анна Гаева, Заура Стаев. Информационный выпуск сегодня.